Всем здравствуйте! Давно у нас не было видео с акрилом, поэтому я решила записать вот такую классную картину ночного леса с полной луной и рекой. Понравился ли вам результат, пишите в комментарии, ну а я начинаю. В моей работе я буду использовать три базовых цвета, желтый, красный, синий, но красный на самом деле можно было бы и не использовать. Начинаю я, как обычно, с контуров картины, беру немного синей краски и начертываю контуры реки. Далее делаю линию горизонта, и мне захотелось сделать на заднем плане такие горы. Делаю отчитания луны, и все. Это весь наш контур. Начинаю замешивать краску для реки. Я беру синий, добавляю в него черный и немного фиолетовый. И наношу эту краску дальше от луны, потому что там будет вода темнее. Так ее размазываем у самого конца реки. Затем я замешиваю светлую краску, которая будет находиться ближе к луне, поэтому она и будет светлее. Я беру синий, добавляю побольше белого и еще немного желтого, чтобы она была немного теплее и получился такой березовый классный оттенок. И наношу ее сверху, и делаю плавную растяжку от светлого к темному цвету синего. Субтитры создавал DimaTorzok Далее наношу кривые, хаотичные мазки белым цветом. Это будут блики луны, которые... света, который попадает на реку. Музыка Потом для каждого блика справа от него я наношу такой же блик, только уже синим цветом. Как бы получается одна часть волны синяя, более тёмная, а другая белая. И получается такой рельефная водичка. Далее я замешиваю ещё один тёмный синий. Это будет синий для нашего ствола дерева, потому что на картине у нас глухая ночь, поэтому дерево будет почти что чёрное, но и немного зелёное. И хаотично рисую ветки дерева. Редактор субтитров А.Сёмкин Далее я замешал ещё один синий цвет, но немного светлый. И чем ближе у нас листики будут расположены ближе к луне, чем будут светлее они. А чем дальше, тем они темнее и в глубине. Дерево также будут листья темнее. И так заполняю почти что всё пространство между ветками, но хаотично. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Далее я стал замешивать ещё оттенки зелёного, красных тонов. С тёмной, светлой и ещё тёмной. Чтобы сделать траву, которая будет под деревом и на самом горизонте. И хаотичными мазками наношу эту краску в виде травинок. Таким образом заполняю весь правый берег. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Затем подмешиваем ещё немного той же краски и заполняем уже левый берег таким же способом. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Далее замешиваю темный, синий, небесный цвет, чтобы сделать небо. Этот цвет очень похож на тот, который мы использовали для воды. Далее хаотичными мазками разных цветов, разных тонов, заполняю всё небо, чтобы придать такой рельефности и живописности нашему небу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Далее светлым, очень нежно-голубым я покрываю всю поверхность луны. Субтитры подогнал «Симон» И ещё этим цветом можно покрыть верхушки дерева, как бы контровой свет от света луны. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»